Всем большой привет и добро пожаловать в наше второе видео плейлистей йога. В прошлом видео я вам сказала собственно в чем была моя мотивация этим заниматься, зачем я начала этим интересоваться всем, ну и так далее. Какие-то такие фундаментальные моменты, что, зачем и почему. В этом видео я вам расскажу какое у меня мнение сложилось про реинкарнацию, перерождение, вечность души. То есть это самые мои первые шаги, с которых вот я начинала, которые мне нравились и привлекали. Какие именно аргументы меня вдохновляли. Первое объяснение, которое дается, когда начинается говорить разговор про реинкарнацию, это кстати основной практический момент, почему допустим я выбрала именно восточную традицию изучать глубоко, а не христианство. Потому что в христианстве я вообще не нашла такого блока информации. То есть душа вечная, все признают душа вечная, а что со мной было до рождения, как бы такого ответа в основном не дают. И первое такое объяснение, что такое реинкарнация, это как гусеница переползает с одного листика на другой. И вот каждый листик это отдельная жизнь. И то есть пока еще гусеница не переползла на новый листик, она еще остается на старом листе. И это имеется ввиду, что все наши поступки сейчас определяют, какая у нас будет следующая жизнь. Итак, из жизни в жизнь, мы как бы продолжаем по сути некую такую одну цепь. То есть у нас сохраняются какие-то привычки, у нас сохраняется некая память, у нас сохраняется характер. То есть у нас очень много чего сохраняется, то что находится в глубокой памяти. И эта аналогия там приводилась, что как гусеница переползает с листик на листик. Вот. И вторая аналогия, еще мне тоже нравится, это сравнение с банковской карточкой и банковским счетом. То есть банковская карта, она привязана к счету. И приводилось сравнение, что, допустим, вы потеряли банковскую карту. То такое ощущение, что все как бы потеряно. Но мы знаем, да, что банковский счет, он никуда не девается. Просто на этот же счет вы потом перевыпускаете новую карту. И так можно хоть до бесконечности. То есть потеряв карту, счет никуда не девается, да. Он лежит себе на банковском счету. И также есть как бы организация, которая обслуживает, грубо говоря, этот счет, помогает ему функционировать и так далее. Вот тоже самое было сравнение с нашим материальным телом, скажем так. Что тело — это как банковская карточка. Потеряли, дали новое. Там прожила свой век, тоже дали новое. То есть пока мы не выйдем из круга самсары, то есть не освободимся, не вернемся домой к Богу, мы будем в неком смысле перерождаться, выпускать новые карточки. И счет, он, грубо говоря, существует отдельно, а карточка, она как бы существует отдельно. Пока между ними связь есть, оно работает. Как только связь разорвалась, карточка не работает. То есть, грубо говоря, как только связь духа с материей, духа с телом прервалась, то тело становится обычной землей, разглагается. А как бы дух или сама личность, живое существо, да, та самая душа, в которой во всех религиях говорится, что это вечная, частица Бога там, сын Бога, ну вот такое вот объяснение дается, она как бы начинает жить уже дальше. То есть она продолжает свой, скажем так, путь развития и так далее. Это, кстати, объяснение хорошее было вот всем вот этим вот выпадом, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи, почему рождаются больные дети, почему кто-то рождается в Африке, а кто-то там, не знаю, в Америке, например. Почему кто-то красивый, а кто-то некрасивый. И также в подтверждение этому я находила слова, допустим, из Евангелия, когда родился больной ребенок, и апостолы у Иисуса спрашивают, за чьи грехи страдает этот ребенок, за свои или за родительские. Иисус сказал «за свои». Эта фраза до сих пор есть в Евангелии, и она никак не комментируется, и дальше никакого объяснения, к сожалению, нету. И когда я спрашивала, даже пыталась у священников спрашивать этот вопрос, то есть он как-то остается без ответа, он игнорируется. Кроме как реинкарнации, я никак не могу по-другому дать самой себе объяснение на этот вопрос. Но по факту такие слова есть в Евангелии. Какие-то там еще были? А, из серии, что когда Иисус, и там был еще про... Какой там был другой? Про Моисей, по-моему. Я не помню уже точно дословно. Но Иисусу сказали, что вот эту религию нам дал Моисей, и Иисус сказал «да, я знаком с ним лично». И ему сказали, типа, ну подумали, он, наверное, сумасшедший, типа «Моисей давным-давно помер, ты не можешь с ним знаком быть лично?» Вот, и тогда он сказал, что «да, я с ним знаком лично». Тоже, кроме как существование Вечного Царства до рождения, они были знакомы, например, тоже никак это нельзя объяснить. То есть, вот какие-то такие моменты... А, ну и в Исламе тоже есть, что до рождения душа была у Аллаха, и после смерти душа также должна вернуться к Аллаху. Тоже, как бы это явный намек, что мы жили до рождения и после рождения. Вот такие вот у меня были какие-то такие умозаключения. А, и ещё это вот в поддержку тому, как бы на чём основывалась моя вера вот в самом конце, в самом начале, точнее. С самого конца ещё, ой, как далеко. Вот, и ещё я слышала эту фразу «о чём мы думаем, тем мы и становимся». И это как раз объясняет вот такие феномены, когда святые, у них становятся мощи нетленные, они не разлагаются, и они светятся, кто-то говорит. Да, там, кто-то говорит, святые уже при жизни чудеса творили. То есть, они, грубо говоря, одухотворяются до такой степени, что уподобляются Богу уже при жизни в материальном теле. Вот, и объяснение, что «о чём мы думаем, тем мы и становимся». Здесь как бы намёк, что если мы думаем, допустим, только о мужчине, допустим, я женщина, думаю только о мужчинах, в следующей жизни я становлюсь мужчиной. Если я, мужчина, думаю только о женщинах, в следующей жизни я становлюсь женщиной. Если я думаю о Боге, да, я возвращаюсь домой к Богу. Богом я не становлюсь, но я становлюсь подобная Богу. Это тоже как в Новом Ветхом Завете написано, что «тело по образу и подобию Бога». То есть, создал Бог человека, «телом по образу и подобию Бога». То есть, вот та форма, которую я человеческую, допустим, сейчас имею, она… То есть, я не первоисточник, да, вот. Иногда говорят там, ну, это вот в Индии есть такой момент, то, что там я вишну, и вишну его активно рисуют. Правда, четырёхруки, ну, как бы есть и двухрукая версия. И то, что в образе… в образе человека. Ну, так как бы я раньше думала, да, почему его рисуют в образе человека. А сейчас я думаю наоборот. То есть, человек в образе божественного тела. Может быть, как-то это, ну, странно, каламбур какой-то. Вот. Но я думаю, что первоисточник – это именно Господь. Имеет форму, да, вот там, руки, ноги, голова, там, и так далее. Тело, глаза, ну, там, вот всё, что, да, как выглядит человек. А уже вторично, что мы имеем такое… такое тело, такой вид. И чем… о чём мы думаем, тем мы и становимся. Даже в бизнесе есть такие фразы из серии, вот, если ты кем-то хочешь стать, как бы думай о нём, делай вид, что ты уже такой, и в итоге ты к нему приблизишься. То есть, мы действительно уподобляемся тому, о ком мы больше всего думаем. И это, кстати, объясняет все молитвенные практики, когда говорят, что надо… Чем больше вы молитесь, да, чем больше вы читаете имена Бога, повторяете молитвы святых людей, допустим, или даже просто своими словами, то есть, ну, там, как бы, главное, искренне. А вот, чем больше вы тратите на это время, тем больше вы приближаетесь к, собственно, источнику, да, кем вы хотите стать, вот, на кого вы хотите быть похожим. Вот. И самое, наверное, высшее в этом мире – быть похожим на Бога, да, то есть, вернуться в вечное царство, куда нас звал Иисус. Вот. В принципе, я себе написала конспект. Вот мне написали, пиши себе конспекты, чтобы было более сжато и более понятно. Ну, да, работает 11 минут, в общем. Вот и все, что я вам хотела сказать на сегодня. Надеюсь, данный плейлист будет полезен и интересен. В конце концов, мне это помогает даже просто… Ну, смотрите, в любом случае, даже если быть честным, да, то есть, если я, там, не умру от, не знаю, там, коронавируса, войны, там, рака, да, я в любом случае умру от старости. Поэтому игнорировать этот момент, как мне кажется, немножко наивно, потому что, в любом случае, это неизбежность, да. И будь я богатая, бедная, красивая, старая, американка или африканка, да, то есть, я понимаю, что абсолютно все подвержены этому закону, закону времени. Поэтому, мне кажется, это с точки зрения разума логично пытаться, не то, что разобраться в этом моменте, а хотя бы просто для себя определить, что это, как бы, почему, не знаю, почему так много внимания этому удивляется, да, почему там, не знаю, в каждой стране есть своя религия, зачем это надо, в каждом городе есть какие-то церкви, мечети, там, не знаю, там… Как это… В общем, просто разобраться для себя, да, почему это. Это действительно, как я раньше думала, заговор правителей, чтобы просто управлять народом, обман человечества, да, устаревшая модель, какое-то такое… Это уже не модно, это глупые люди в прошлом этим увлекались, теперь мы уже очень образованные, нам это уже не надо, то есть это действительно так. Или все-таки есть что-то, что вне времени и пространства, как, например, вот золото, да. Золото, оно вообще вне времени и пространства. То есть у меня сейчас, допустим, это сережки, а в прошлом это могут быть чьи-то зубы. И мне, с точки зрения, да, покупателя, неважно, чем было это золото в прошлом, потому что оно имеет вечную природу, то есть оно не имеет слова «мода», да. То есть золото, ему какую форму не придай, оно под каждый сезон, под каждую страну, под каждое поколение можно придумать просто новый стиль. Но само по себе золото, само по себе материал, да, оно вечное. Я думаю, примерно так же относится Бог. То есть, да, возможно, внешне форму можно придать любую, да. Допустим, религии, они отличаются внешне там. Ислам отличается от христианства, христианство отличается от индуизма, да, ну и так далее по кругу. То есть, да, внешне они разные, у них как бы у каждого свой дизайн, можно сказать. Но суть, я считаю, у них одна, вот то же самое и золото, да, суть одна, суть вечная. Суть, она вообще вне моды, она вне времени. То есть золото, это, по-моему, чуть ли не единственный материал, ну, не знаю, там, как платина. Но золото точно, это он сквозь время и пространство, он вечный и он сохраняет, по-моему, он не тает, не расплавляется, не гниет, по-моему, вообще не при любой температуре, не при любых условиях и так далее. То есть, вот для меня вот это вот суть, да, религии. Когда говорят, что душа вечна, а так как в нашем мире, ну, нету такой временной, да, мы ничего не измеряем словом «вечность», мы точно знаем, что здесь всё временно. Там, моя молодость временно, моё здоровье временно, там, зима-лето временно, хорошо-плохо-временно, да, там, то есть всё реально временно. Даже если всё хорошо, всё имеет свойство заканчиваться, потому что есть у нас законы времени, да. Вот, поэтому нам оперировать, в общем, много уже говорю, уже, наверное, зря и лишнее пошло, но оперировать словом «вечность» очень сложно в этом временном мире. Для меня, наверное, вот аналогия с золотом – это единственное, что как-то помогает хоть немножко это всё понять, да, вот моим человеческим глупым женским разумом, скажем так, я не очень разумная, поэтому мне надо, знаете, всё на картинках показывать, чтобы я хоть что-то поняла. Всё, в следующем видео я буду продолжать делиться своим путём, что я для себя открывала, что для меня было ключевыми опорными точками, на которых держался мой путь. Всё, всем спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok